Всё застыло. Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежья! А сегодня оно доброе. На улице мороз, но и солнышко выглянуло. Наконец-то! Наконец-то! Замечательная погода. Тоже люди с собаками гуляют. Молодцы! А мы только проснулись. А ведь время 10 часов утра. Только-только проснулись. С добрым утром всем, мои хорошие! Решила с утра показать вам своего мокрого Ваньку. Посмотрите, какой он большой стал. Посмотрите, какая красота. Он, правда, не цветёт. Он отцвёл. Когда были сильные морозы, он сбросил два цветка. А сейчас он вот такой. Вот такой красавчик. Цветы у него очень красивые. У него уже начали образовываться сахарные капельки на стволе. Вот. Так что, вот такой вот он большой. Кто просил? Ну, видно не будет? А может и видно. Вот смотрите, видите? Вот он выпускает ещё бутоны. А вот внизу под листиками, если кто из вас увидит, сахарные капельки. Вот они, беленькие точечки. На каждом листике. Ну, рядом с листиком. Вот они. Сахарные капельки. И здесь под листиком тоже. Вот. И вот бутончик набирает. Погода стала лучше, света стало больше. И он у меня вот такой красавчик. такой вот в ширину пошёл. Когда мне его продавала женщина на остановке в Сокольниках, она сказала, что он ампельный. Но я не знаю, насколько это правда, что мокрый Ванька может быть ампельным. Привет, мои хорошие. Ещё раз. С утра было солнышко, сейчас солнышка уже нет. Но сегодня накопилось у меня много дел. Вчера позвонили из пенсионного фонда. Им нужна выписка из домовой книги. Вот. Сейчас пойду в МФЦ брать выписку из домовой книги. Потом мне нужно заехать в магазин, купить продукты маме с тётей. А потом погладить бельё. Я постирала, две стирочки сделала и буду гладить бельё. Вот. Ребят, вы мне там пишите, что мама с тётей там обнаглели, надо наказать. Никого нельзя наказывать. Тётя, во-первых, за то, чтобы пригласить нотариуса. Понимаете? За. За это. Это мама против. И мама всё тормозит. Мама у меня очень хороший человек. Добрый. Всё нормально. Дело в том, что пожилые люди, они себя вот так ведут. Знаете, они сами себе не хозяева. Вот что пришло на ум, то они и думают. Нельзя их в этом обвинять. Нельзя, как это сказать, наказывать своих родных и близких. Как можно наказать маму и тётю? Ну, это родственники, которые меня воспитывали, которые меня растили. Я с вами поделилась, потому что я рассчитывала на то, что может кто-то подкинет какую-то идею. Ну, и потом. Знаете, как иногда хочется поплакаться в жилетку. За два с лишним года вы для меня, конечно, вас много. Не скажешь, что вы для меня стали родными, но вы стали достаточно близкими и занимаете очень большую часть в моей жизни. Поэтому я с вами поделилась в расчёте на то, что может быть кто-то подкинет какую-то идею, хотя здесь вариантов мало. Я потом уже подумала, села и думаю, ну, что ребята могут посоветовать? Ну, что? Только то, с чем они сталкивались. Конечно, можно поставить в ситуацию выбора вот или так, или никак. Но я не могу. Я не могу этого сделать. Это моя мама, и я понимаю, что голова-то уже не та. Наслушаются телевизоры, наговорятся сами друг с другом. Тётя маму никогда не настраивает. У тёти тяжёлый характер, да, но она же моя тётя. Понимаете? Она моя. И мама тоже моя. Я их даже разделить не могу. Вот это мама, а вот это тётя. Понимаете? Поэтому даже если останется кто-то один из них, я всё равно буду ходить или к маме, или к тёте. И также я буду ухаживать. Там кто-то пишет, что вот я, значит, там сильно преувеличиваю, что я беру их деньги с книж. Ребята, я вам рассказываю, как есть. А ваше право, верить или нет. Вы судите по себе. Человек всегда судит по себе. Если человек порядочный, он и судит, как порядочный человек. Если человек непорядочный, он и судит, как непорядочный человек. Что вот врёт, вот обманывает, вот она на камеру плачется. Я сейчас не оправдываюсь. Я сейчас вам даю свой ответ на те комментарии, которые были злобные, которые я заблокировала. Это мой ответ. Это не оправдание. Мне перед вами нечего оправдываться. Вы не знаете моей жизни. Вы понять её не можете. Вы можете оценить, глядя со стороны. Но вы же не видите каждую минуту моей жизни. Каждое событие. 15, 20, 30 минут моей жизни в день это не вся жизнь. И потом... Ой, ладно. А что об этом говорить? Короче, нужно заниматься. Вот скажу одну единственную фразу. Кто поймёт, тот поймёт. Кто прошёл вот то, что сейчас я прохожу, мне ценны ваши советы. Даже вот кто-то там пишет, вот у моего дяди так было, у моего папы, у моей бабушки. И я понимаю, что я не одна такая. Что да, такое бывает. И вина не самого человека пожилого. Так распоряжается природа. Они уже не так переживают за своих родных и близких. Они уже не так смотрят на данные ситуации. Они наслушаются телевизора. Поэтому мстить или как-то ставить их в эту ситуацию я не буду. Я не буду. У меня совесть потом съест. Я не знаю, как я потом буду с этим жить. Что вот я там обиделась на пожилого человека. И вот я вот давай сделаю вот так. Нет, ну ребят, я этого делать не буду. Кто это может делать, попробуйте экспериментировать. Но я думаю, что это плодов своих не даст. Вот. Поэтому не мстить, не ставить в ситуацию, чтобы они остались без продуктов. Я этого не буду делать. В детстве меня никто не оставлял без продуктов. Я все понимаю, что государство платит деньги им на то, чтобы они жили. Я понимаю. Я все понимаю. Я вот вам выговорилась, и мне стало легче. И я знаю, как мне нужно действовать. Так же. Так же, как я и действовала. Действовала. Другого просто нет. Выхода другого нет. Вы мне там пишите, что вот, там если их не будет, все достанется вам. Я понимаю. Но мне на что-то их надо будет хоронить. Вот, ребята. Вот в чем вопрос. У меня есть какие-то деньги. Я их не трогаю. Потому что они мне могут понадобиться в любую минуту. Ну вы же знаете, это жизнь. Это жизнь. Я не могу их трогать. Ну, в общем, вот. На этом разговор окончен. На эту тему. Больше я на эту тему отвечать не буду. Глупые комментарии на эту тему читать не буду. Вот. Нет, не о том, что там вы отомстите или еще что-то. А то, что вот ты такая хитропопая. Ты все у них берешь и все тратишь на себя. Я знаю, кто это пишет. Даже не хочу вообще об этом и говорить. Это их проблемы. Я говорю, каждый человек судит по себе. Вот какой ты, вот такие комментарии ты и пишешь. Если ты не веришь человеку, который тебе говорит. Все как есть. Так что... Вот так. Ладно, все. А, вот по поводу зубов. По поводу зубов. Выйдет видео. Скорее всего, оно выйдет завтра. По поводу моих приключений с зубами. Там будут видео. Я буду показывать свой протез. Поэтому, пожалуйста, кто брезгливый, не смотрите. Не смотрите. Я просто хочу показать от и до, что было, что стало и как это носится. И вот оценить, что сделали. Лучше, хуже, чем было раньше. И вообще как? Удобно, неудобно. Я думаю, что этот опыт... Ой, рука встала, камеру держать. Я думаю, что этот опыт может кому-то пригодиться. Если сделают очень хорошо, то пригодится адрес этой клиники. Вот почему я буду это делать. В заголовке буду писать о зубах. Поэтому, кому это не надо, просто не смотрите. Потому что я знаю, многие молодые, очень брезгливые. Вот. Поэтому, кому не надо, не смотрите. Вот. А так, так я буду показывать. Дырявый рот я показывать не буду. Ребят, вы меня извините. Кто-то может это сделать. Я не могу, мне стыдно. Вот. Ну, а протез показать не стыдно. Так что вот так. Ну, и на картинках буду объяснять, что сделали, что решили и как будем делать. Но хочу сходить проконсультироваться еще к какому-нибудь доктору. Посмотрю, что скажет он. Возьму снимки, снимки у меня на руках. Проконсультироваться же я могу? Могу. Так, ладно, сегодня очень много дел. У меня, кстати, еще старые сапоги. Такие старые, что, ой, ну, конечно, они не старее меня, не древнее меня, но у меня в них страшно устают ноги. Там, видимо, уже и ступинатор или супинатор, как он там называется, сносился. Они очень старые. Хочу купить себе какие-нибудь сапоги. Наверное, поменьше каблука или поудобнее, чтобы были. Потому что ходить я устаю. Я прохожу всего ничего и у меня страшно устают ноги. Так быть не должно. Поэтому сегодня мы с вами, ребята, побегаем. Ну, а в конце дня к маме с тетей с продуктами. Вот так. Все. Пошли с вами путешествовать. Так, вот, хочу вам показать свои сапоги, которым уже сто лет в обед. Это Томас Мюнц. При ходьбе они даже, ребята, скрипят. Но им уже миллион лет. Вот я их сейчас начистила гуталином. Ну, я всегда их чищу гуталином. Я обувь свою чищу. Но они такие, знаете, старенькие, и они все равно уже промокают. Они уже все равно везде промокают. Вот. Поэтому сейчас пойдем будем искать мне какие-нибудь недорогие, но приличные сапоги. Приличные. А то ноги очень устают. Они куда-то съезжают вот туда вперед. И все. И устают. То есть вот тут вот эта часть висит. И мне очень неудобно. Ну, им, наверное, лет восемь этим сапогам. Так что пойдемте что-нибудь мне посмотрим. Но недорогое. Я сказала недорогое, потому что я боюсь не впишусь в сумму, которую мне ориентировочно объявили за зубы. Вот. Вот поэтому сапоги должны быть недорогие. Чтобы хотя бы не доходить зиму не с мокрыми ногами. Я же в ботинках не могу ходить, когда глубокий снег. Вот. И каблук вроде невелик. Он каблук-то маленький, я вам показала. Но почему-то вот так. Ну, пойдемте поищем. В Москве прекрасная теплая погода. Безветренная. Ну, внизу лужи, как вы видите. Вот. Ну, а так, в общем-то, очень даже и хорошо, комфортно на улице. Можно было бы не шубу одеть, а пальто. Но дело в том, что пальто очень жаркое, а шуба держит комфортную температуру. я счастлива, что сколько, пять лет назад, да, как только сюда переехали, пять лет назад у меня появилась шуба. Шуба, о которой я мечтала всю жизнь. Кто-то мечтает о золоте, кто-то о хрустале, а мне очень хотелось норковую, легкую, дышащую шубу. И вот в свое время Борис подарил. Ну, я считаю, что Борис подарил, потому что у него было 70 тысяч тогда накоплено. И у меня было тысяч 20, что ли, тоже как-то так вот, ну, накопили. Как-то я утаивала от него, он от меня утаивал. Вот, а потом я, когда увидела эту шубу, говорю, Борь, он говорит, ну, давай подарю. Я говорю, ну, давай. И вот не хватало 20 тысяч, и я доложила. Ну, утаивали, я имею в виду заначка, заначка у каждого, у каждого заначка на подарки друг для друга. Вот это я имею в виду. А не то, что там в тайне копили. Нет, у нас такого нет. Борька не жадная, я не жадная, все, что надо, все мы делимся друг с другом. Я помню, я приехала на Лосиноостровский рынок, там стекляшечка была с этими шубами. Я померила, увидела себя в этой шубе. Ой, как мне понравилось, как понравилось. Вот я говорю, прибежала к Борису, говорю, поедем, посмотришь. Он, Люба, 90 тысяч, то ли 94 она стоила, где-то вот такие вот цены. Люба, так дорого. Я говорю, ну ладно, поехали. И он приехал домой и говорит, ну поехали купим. Ну вот, поехали купили. Самое смешное, что и он доволен, и я довольна. Он доволен, что довольна я. Очень довольна. Вот я бы из нее прям не вылезала. Вот сейчас оттепель, а в шубе прохладно, понимаете, вот может из-за того, что она трапециевидная, не знаю. Ну вот как-то она все время держит комфортную ситуацию. Ой, комфортную ситуацию, комфортную температуру. Вижу, как счищают снег с крыши. И вот в этом влоге, чуть попозже, я вам покажу видео, Борис прислал, после того, как был повторный снегопад. Я когда увидела, я говорю, уезжай оттуда. Просто уезжай. Ну в общем, увидите сейчас. Ну вот, вид от калитки. Туи обрезанные. Это не помню чего. Да. Уж. Ну вот так у нас сегодня. Красиво, конечно. Все это. Тут почистил. Но. Ну. вот так вот что чистил что не чистил опять все сначала ну вид конечно да колодцы уже почти не видно так вот как-то я зашла в хозяйственный кофейник пластик с прессом 800 миллилитров милана ну вот я тоже боюсь его брать действительно бывают какие-то осадки непонятные наверное вот этот чайник возьмем недорого это 419 а этот 283 сейчас поближе посмотрю это на 500 это на литр 250 вот такую ну сейчас посмотрим я вышла из магазина из хозяйственного не купив ничего ребята хочу зайти здесь есть в тысячу мелочей магазинчик может быть там подешевле будут эти чайники хочу все равно производство китай какая разница сейчас сначала зайду в мфц но потом в тот магазинчик и оттуда уже поедем обувь смотреть представляете пришла в мфц а здесь теперь чтобы взять какую-то справку нужно заполнять заявление на предоставление услуги но удивили и вот все стоят и все пишут очень интересно настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных порядок отзыва согласие на обработку персональных данных не известен контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных а также в них случаях предусмотрено законодательство обалдеть что хочу вам снять что здесь написано ребята читать получила свой документ вот в такой папочке мне все выдали поэтому ну в общем то все теперь можно идти в пенсионный фонд в окошечке девушка меня спрашивала они хотите вы вступить в программу но какая-то программа долголетия из-за того что я блогер на youtube мне поступило такое предложение о рекламе вот этой программы долголетия я зашла на сайт но на сайте нажимаешь кружки в какие можно записаться и там ничего не высвечивается там нет кружку вот я объяснила тем кто просил рекламу что вот так зайдет пенсионер захочет записаться например на плетение из газетных трубочек а там нет ни одного кружка ни одного кружка не перечислено ну поэтому извините я отказалась ну а так по-хорошему конечно пенсионеры те которые могут они не сидели бы дома записались бы в кружки не только научились почему-нибудь новому но также и ну например познакомились бы с кем-нибудь дружили бы с кем-нибудь но к сожалению сайт не работает поэтому ну как а как без этого из этого никак